Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале. В сегодняшнем видео мы с вами продолжаем разговаривать о моих книжных новинках и книжных приобретениях. И давайте начнем с художественной литературы. Первые три книги — это три антиутопии, которые я вам покажу сразу все вместе. Во-первых, это Уильям Голдинг «Повелитель мух», философская притча о том, как несколько благовоспитанных английских мальчиков оказываются на необитаемом острове в результате авиакатастрофы. И, как в любом замкнутом обществе, у них возникает своя иерархия и свои порядки, которые вообще-то оказываются довольно-таки жестокими и бесчеловечными. В общем-то, это философская притча о том, что человеческий род очень и очень порочен и порочен с самого начала. Кстати говоря, мне очень нравятся вот книги в этом конкретном издании, они такие маленькие. Я, по-моему, как-то уже говорила, что мне, в принципе, нравятся книги в мягких обложках, поэтому я решила собрать коллекцию вот этого издания, хотя, конечно, может быть, стоило и в каком-то более роскошном издании собирать коллекцию. Ну и следующие две книги — это Джордж Орелл «Скотный двор» и «1984». Что касается Джорджа Орелла, я намеренно опускаю немного сюжета этих книг, потому что, в принципе, это такая классика мировой литературы, и я думаю, что нет особой нужды как-то подробно рассказывать про сюжеты, у меня к Джорджу Ореллу достаточно неоднозначные отношения, поскольку сам он был фигурой достаточно неоднозначной. И, конечно же, все знают, что оба этих романа, обе эти антиутопии, они являются критикой Советского Союза, Советского строя. Между тем, очень часто те, кто говорят об этом, те, кто это упоминает, в первую очередь, критики, опять же, коммунизма или социализма, забывают о том, что сам Джордж Орелл считал себя социалистом. И критиковал Советский Союз, он в первую очередь потому, что он считал, что социализм там движется не в ту сторону, конкретно так, не в ту сторону, он обвинял Советский Союз в тоталитаризме, как раз вопрос тоталитаризма очень и очень серьезно рассматривается в обеих этих антиутопиях. И, опять же, очень многие забывают о том, из чего именно происходила вот такая его ненависть к Советскому Союзу и неприятие Советского строя, и как-то пытаются его выставить таким вот конкретно критиком именно левых идей в общем и целом. Но это как раз-таки не совсем верно. Еще что хотела сказать насчет Джорджа Орелла и его неоднозначные фигуры. Несколько лет назад выяснился такой довольно интересный факт, что в свое время Джордж Орелл, естественно, он входил в такую, ну так скажем, богемную тусовку и был вхож в различные богемные круги, где в том числе обсуждались вопросы политики. В то время было достаточно много в Англии людей, которые симпатизировали коммунистам, симпатизировали Советскому Союзу, и он составил целый список этих людей, которые позже передал в британскую разведку. В общем-то, этот его поступок широко обсуждался в прессе несколько лет назад, даже я бы сказала несколько, по-моему, десятилетий назад это выяснилось, и очень многие люди осудили Джорджа Орелла с этой точки зрения. Но я могу сказать, что если даже просто читать его биографию, он был настолько неоднозначной фигурой, поэтому и отношение к его произведениям у меня тоже довольно неоднозначной, но я думаю, более подробно мы про это сможем с вами поговорить в ролике про прочитанное. Следующая книга относится к литературе художественной также, это Карлос Руис Сафон и его Тень ветра. Несколько лет назад я пыталась, честно, пыталась начать читать эту книгу, но тогда она меня абсолютно не зацепила. Сюжет этой книги состоит в том, что в 1945 году в Барселоне мальчик отправляется со своим отцом на кладбище книг, так называемое. В общем-то, это место, где хранится очень-очень много таких забытых и полузабытых книг. Там находят таинственную книгу и, в общем-то, что связано с этой книгой, какие загадки ему приходится разгадывать, каких интересных людей на своем пути встречать, как раз-таки из-за этой книги. Жанр этого произведения описан как литературный триллер. К сожалению, в свое время язык автора и сама история, как ни странно, хотя, казалось бы, она довольно привлекательна, звучит, меня абсолютно не заинтересовали. Но, тем не менее, я очень много видела положительных отзывов, читала много положительных отзывов, и очень многих, кстати, буктюберов я видела эту книгу на полках, как и другие книги Сафона. Поэтому я решила дать ей, ну или, может быть, себе второй шанс и все-таки ее прочитать, чем и планирую заняться в ближайшее время. Следующая книга уже не художественная, это автобиография, и она принадлежит Майку Брауну. Называется «Как я убил Плутон и почему это было неизбежно». Буквально вчера я увидела в новостях, что Майк Браун сделал еще одно открытие. В свое время, в 2006 году, благодаря ему, Плутон лишился статуса планеты и стал называться карликовой планетой. И вот буквально вчера было объявлено, что Майк Браун открыл еще одну планету, которая находится в Солнечной системе. Ну, предположительно, это планета. И Майк Браун, в принципе, очень интересный человек, и книга очень интересная, поскольку она повествует о его биографии, ну, как я уже сказала, это автобиография, и о том, как, что конкретно его привело вот к этому открытию, что Плутон все-таки не является полноценной, так скажем, планетой. Мне кажется, что для всех тех, кто в детстве любил, знаете, какой сериал «Сейлор Мун», помните «Сейлор Плутон», «Сейлор Марс», «Сейлор Юпи». Питер» и так далее. Это вообще такая очень болезненная тема. Я знаю, это прозвучало очень странно, но в свое время я очень сильно в детстве в глубоком этим увлекалась. И болезненная тема, что Плутон теперь не планета Солнечной системы, а карликовая планета Солнечной системы. Как же это все произошло, я хочу узнать из этой книги. Кстати говоря, как я поняла из аннотации, из разных выдержек, для многих эта тема стала болезненной, потому что аннотации действительно очень и очень забавные, и выдержки из рецензий также очень забавные. Ну а теперь давайте покажу вам книги, над которыми я прямо-таки трясусь, потому что мне они безумно нравятся, мне безумно хочется как можно скорее начать их читать. Это две книги по сценарному и писательскому мастерству. Первая книга — Кристофер Воглер «Путешествие писателя». Эта книга просто шикарно оформлена, она оформлена даже с картинками. Это учебник для сценаристов и писателей. И, в общем-то, Кристофер Воглер утверждает, что любая хорошая история — это путешествие героя. Может быть, это какое-то географическое путешествие в плане продвижения, именно в физическом плане куда-то, либо же это путешествие в глубины собственного я, какое-то исследование собственного внутреннего мира. И как описать какое-либо путешествие интересно, он как раз рассказывает в этой книге. Я ее также начала читать, мне прямо безумно нравится, как он пишет, и вообще мне эта тема интересна. Я уже, опять же, много раз рассказывала про то, что я хотела бы когда-нибудь написать свою собственную книгу, поэтому эту книгу я буду прям читать с огромным удовольствием, и мне, ну, не терпится, не терпится скорее этим заняться. Ну и последняя книга на сегодня — это, наверное, такая книга уже легенда. Это Роберт Макки. «История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только». Вот эта книга — это классический учебник для сценаристов, который используется в Голливуде. В общем-то, если вы прочитаете эту книгу, вы будете очень легко предсказывать, чем закончится тот или иной фильм, потому что, в принципе, практически все сценаристы сейчас пишут сценарий, именно пользуясь классическим учебником Роберта Маки. С одной стороны, конечно же, это может подпортить вам немного удовольствие от просмотра фильмов, потому что для вас концы, окончания фильмов не будут такими неожиданными, может быть, как раньше. Но, с другой стороны, это очень даже интересно и очень полезно, как мне кажется, в общем-то, приблизиться к тому, как именно работает фабрика грез и как пишутся сценарии и различные литературные произведения. Ну вот, это были все мои книжные новинки, которые я вам сегодня хотела показать. Я очень надеюсь, что что-то из этого вас заинтересовало. Может быть, вы читали что-то из этих книг и захотите со мной поделиться своим мнением. Спасибо вам за то, что вы посмотрели этот ролик, и до встречи в следующих видео. Всем пока!